Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Фигурант уголовного дела о присвоении земель из ПК Рассвет Севера останется под стражей. Судебная коллегия признала законным постановление Наринмарского городского суда. Почту чартером. В Заполярье выполнен первый грузовой рейс. Самолетом Ан-2 доставили в Индигу порядка 700 килограммов посылок и корреспонденции. Третья городская школа отметила юбилей. Педагогический коллектив, ученики и выпускники разных лет поздравили родное учебное заведение с 55-летием. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Директор компании Татком Антон Семенов, фигурант уголовного дела о присвоении земель из ПК Рассвет Севера, останется под стражей. Судебная коллегия признала законом постановление Наринмарского городского суда, по которому срок содержания под стражей продлен до 22 февраля 2020 года. Как сообщает пресс-служба суда Ненецкого округа, обвиняемый скрывался от органа предварительного следствия. Его местонахождение длительное время не было установлено. Семенову предъявлено обвинение в присвоении совместно с уже осужденным директором СПК Рассвет Севера Ольгой Каневой, принадлежащих сельхозкооперативу «Пазбищ» площадью свыше 1 миллиона гектар и более 8 тысяч северных оленей на общую сумму более 33 миллионов рублей. А также в неправомерных действиях при банкротстве. Уголовным кодексом России максимальное наказание за эти деяния – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет. Депутаты регионального парламента рассмотрели изменения в окружной закон об образовании в Ненецком округе. В частности, законопроектом уточняется период предоставления дополнительной компенсации расходов по найму жилого помещения. Как отметила исполняющая обязанности руководителя окружного профильного департамента Леана Храпова, в соответствии с окружным законом, педагогическим работникам детских садов, школ и среднепрофессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Нарьинмара и поселка Искателей, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилого помещения. Правом на компенсацию могут воспользоваться специалисты, которые не обеспечены жильем и состоят на учете нуждающихся в представлении жилых помещений. С увеличением данной категории, касаемо профессиональных организаций, появляется лишь один получатель, это преподаватель СПО, который устроился на работу в сентябре 2019 года. Представленным проектом закона предлагаем уточнить период предоставления вышеуказанной дополнительной меры социальной поддержки первые пять лет по аналогии с здравоохранением. Также определите, что условия ее предоставления определяются администрацией Нинско-автономного округа в части исчисления указанного периода в случае перехода в другую образовательную организацию. По словам Лианы Храповой, в настоящее время количество получателей составляет 23 человека. В настоящее время компенсация предоставляется в размере фактически понесенных расходов на не более 10 тысяч рублей в месяц на одиноко проживающего гражданина или не более 15 тысяч рублей на семью. Проект закона планируется рассмотреть в двух чтениях на предстоящей сессии в региональном парламенте 13 февраля. Отделение социальной защиты населения Нинницкого округа станет частью МФЦ и переедет в здание на улице Ленина. Об этом сообщил руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Нинницкого округа Павел Окладников. Объединение учреждений позволит жителям региона получать все государственные и муниципальные услуги в одном месте и сократит время их предоставления. Отделение социальной защиты населения Нинницкого округа на сегодняшний день осуществляет 90% всех денежных выплат социальной направленности. Учреждение предоставляет меры соцподдержки гражданам старшего возраста, ветеранам труда и ветеранам Нинницкого округа, инвалидам, семьям, имеющим детей инвалидов, участникам боевых действий, почетным донорам, многодетным семьям и другим категориям лиц. Чтобы получить полагающуюся выплату, граждане могут обратиться как в отделение соцзащиты, так и в МФЦ. Для упрощения данной процедуры принято решение объединить два учреждения под одной крышей. Мы уже технологически определили, юридически определили, как это будет происходить. Наверное, один из ключевых моментов – это время, когда интегрируем два этих учреждения. По словам губернатора Нинницкого округа Александра Цибульского, крайне важно, чтобы к 1 мая заработало программное обеспечение и была налажена взаимосвязь. А к 1 июля можно было полностью перейти к структурной реорганизации. Я хочу сказать, чтобы все понимали, что ОСЗН просто юридически становится частью МФЦ. Для того, чтобы жители нашей всей услуги могли получать в рамках одного окна, и не было этого межведомственного бюрократизма. Это не идет речь о том, что мы сокращаем ОСЗН, или он перестает существовать. Он будет существовать, только у него теперь структура станет, что он станет частью МФЦ. В целом, отметил глава региона, в данном направлении необходимо активно двигаться, перенимая опыт других регионов. Как пример, он привел реализацию подобного проекта в Великом Новгороде. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. 9 февраля поздравления принимали работники гражданской авиации. В преддверии профессионального праздника парк единственного в Нинецком округе авиапредприятия пополнился еще одним новым вертолетом. Ми-8 МТ был собран на Улан-Уденском авиационном заводе. Именно оттуда и перегнали винтокрылую машину. Вертолет оснащен современным навигационным оборудованием и внешними дополнительными топливными баками. Подобная техника уже имеется в парке авиапредприятий и пользуется повышенным спросом у недропользователей. В прошлом году тот объем работ, который мы заключили договора, мы не успевали выполнять своим новым парком. Это и санзадание, это и выполнение полетов в интересах недропользователей. Основной доход нам дают недропользователи все-таки. Часть объемов работ по заключенным договорам мы вынуждены были отдавать на сторону. То есть мы привлекали новые вертолеты 2-го архангельского отряда, Ухтинского филиала, Газпромавия. Мы им отдали порядка полутора тысяч часов. Поэтому было принято решение о том, что возьмем в лизинг еще две коммерческие машины. В ближайшее время в столицу Заполярья должны пригнать еще одну винтокрылую машину. Так, по словам Валерия Стопчука, предприятие с небольшим опережением выполняет программу 10 лет 10 вертолетов. Добавлю, по итогам работы за 2019 год на собственном авиапарке Нарьинмарского объединенного авиаотряда было перевезено более 85 тысяч пассажиров. Из них 25 тысяч по местным воздушным линиям и более 60 тысяч на месторождение и нефтепромыслы. А также порядка 250 тонн грузов в населенные пункты Заполярья и более 4,5 тысяч тонн грузов для недропользователей. И в предложение темы. В Заполярье выполнен первый грузовой рейс в рамках договора о своевременной доставке корреспонденции в отдаленные населенные пункты региона между Нарьинмарским объединенным авиаотрядом и Почтой России. Первый почтовый рейс был выполнен самолетом Ан-2. Крылатая машина доставила в Индигу порядка 700 килограммов посылок и корреспонденции. Напомню, договор на выполнение чартерных рейсов был подписан генеральным директором Нарьинмарского объединенного авиаотряда Валерием Остапчуком и заместителем гендиректора по логистике Почты России Игорем Чебуниным в начале января 2020 года. В документе прописаны направления, места приема и доставки почты, а также перечень населенных пунктов Ненинского округа, в которые почтовые грузы будут доставляться чартерными рейсами. Как пояснили в филиале Почты России, почтовые грузы будут отправляться в населенные пункты чартерными рейсами по мере накопления от 700 килограммов до 1 тонны. До 25 тысяч автомобилей в сутки проезжают по автодорогам Нарьинмара. Эти данные озвучил начальник окружной госавтоинспекции Леонид Николаев. Таким образом, количество транспортных средств на дорогах окружной столицы превышает норму, предусмотренную для третьей категории проезжей части. По загруженности дороги необходимо присваивать первую или вторую категорию, то есть иметь четыре полосы, или же строить объездную. Будет ли решена проблема в предстоящем строительном сезоне, расскажет Мария Владимирова. В Ненецком округе зарегистрировано почти 17 тысяч машин. С 2015 года рост составил 1700 автомобилей. Такое количество транспортных средств не может свободно передвигаться по городу и поселку Искатели. На сегодняшний день все магистральные дороги окружной столицы перегружены. Это и Первомайская, это и Ленина, и это Вуючейская, и это авиатор, она перегружена. Они требуют реконструкции. Или его надо расширять, приводить в соответствие тем требованиям, которые предъявляет сама по себе интенсивность прохождения транспортных средств. Но у нас практически все магистральные дороги на территории города и Искатели, они перегружены. Заключенные контракты, которые будут реализованы в окружной столице в 2020 году. Дорога Наринмар Искатели от Кольца до конечной остановки в рабочем поселке. Городом заключен контракт по реконструкции улицы Полярная. Работы начнутся в 2021 и должны быть завершены в течение года. Продолжатся работы по улице Авиаторов. Планируется заключить контракт по улице Заводской. В планах проектирование улицы Чернова, а также Яралова в Наринмар-Вилладже. Однако, как пояснили в департаменте ЖКХ и строительство Ниньского округа, данные мероприятия не позволят в полной мере решить проблему загруженности дорог. Они позволят улучшить ситуацию в том смысле, что дороги будут немножко лучше, и по ним будет легче передвигаться машинам. Но кардинально по разгрузке, особенно в центре города, они роли свои не сыграют. Без строительства объездной дороги проект первого участка дороги уже имеется, разгрузить будет невозможно. Но строительство первого участка именно объездной дороги позволит центру города разгрузить очень сильно, потому что непосредственно с морпорта будет возможность выйти на дорогу Наринмар-Искателе в районе Обедово. Первый этап строительства объездной дороги подразумевает вложение порядка 4 миллиардов рублей. Как отметил Михаил Фомин, без помощи федерального центра реализовать проект будет невозможно. Для того, чтобы с бумаги строительство дороги перенести в практическую плоскость, сейчас ведется работа с министерствами и ведомствами. Как временная мера, которая поможет частично справиться с нагрузкой на дорогах, это расширение проезжей части на Т-образном перекрестке. «Настаиваем и письмо мы, обращение уже направили владельцу федеральной дороги, это у Продор-Прикамья, чтобы все-таки они до 2022 года в рамках национального проекта БКД, безопасность и качество дороги, расширили сам подъезд, стороны городского моста подъезд. Сейчас он у нас стихийный, то есть поворот направо, на Первомайском, он стихийный, он неправильный. Зимний период там не видно проезжей части, летний период – это обочина, это уже нарушение. Поэтому эту обочину надо ликвидировать и сделать из него нормальную проезжую часть». Получить ответ от федерального казенного учреждения Прикамья по запросу нам не удалось. Однако, по словам руководителя Управления строительства Ненецкого округа Михаила Фомина, сроки начала работ по расширению дороги Прикамья обозначила 2020 годом. «С Прикамьем отработаны возможности расширения именно дорог на перекрестке в районе бывшего кольца, это Первомайская, Ленина и Намост, что позволит создать дополнительные поворотные полосы и, думаю, немножко разгрузить перекресток и сделать его менее подверженным авариям». В целом, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Ненецком округе» за 2019 год отремонтировано порядка 40 километров. Так был завершен первый этап ремонта дороги на участке улицы Губкина полигон бытовых отходов Еще одним введенным в эксплуатацию в 2019 году объектом стала автодорога по улице Дружбы в микрорайоне Наринмар-Вилледж. В поселке Красное появился асфальт, в городской агломерации стартовала реконструкция дороги Наринмар-Искатели и был реконструирован ряд других дорожных объектов. 7 февраля свой 94-й день рождения отметил участник Великой Отечественной войны Игнатий Васильевич Марков. Поздравить с днем рождения ветерана из поселка Красное приехал губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Игнатий Васильевич Марков 18-летним парнем попал на фронт, где с 1943 года служил в тяжелой артиллерии в роте разведки 25-й Чапаевской дивизии. После госпиталя и учебной роты молодой матрос остался служить в Молотовске, ныне Северодвинск, в артиллерийском полку, который стоял на одной из ключевых точек в системе обороны Архангельской области, острове Ягры. Главной задачей артиллеристов было не пустить в дельту Двины, в сторону Архангельска, вражеские подводные лодки, а также уничтожить возможные морские и воздушные десанты. После войны мужчина вернулся в родной Ненецкий округ, где 53 года работал в колхозе Харп. 30 из них руководил звероводческой фермой. Губернатор Ненецкого округа от имени президента России Владимира Путина вручил ветерану юбилейную медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне», учрежденную указом главы государства. Кроме того, Александр Цибульский привез Игнатию Васильевичу памятный подарок. Вместе с главой региона Игнатия Васильевича навестили представители Ненецкого округа в Совете Федерации Римма Галушина и Ольга Старостина, вице-спикер окружного парламента Максим Арбузов и глава Приморско-Куйского сельсовета Виктор Таратин. В неформальной обстановке Игнатий Васильевич рассказал о своей биографии и поделился секретами долголетия. По словам ветерана, важно добросовестно трудиться и не унывать. Третья городская школа отметила юбилей. Педагогический коллектив, ученики, выпускники разных лет поздравили родное учебное заведение с 55-летием. Во Дворце культуры Арктика состоялся праздничный концерт, посвященный этому знаменательному событию. С подробностями Ольга Русул. В этих альбомах вся летопись третьей школы. В 1965 году, а именно тогда школа распахнула свои двери для учеников, здание являлось уникальным, потому что было первым кирпичным в Нарьинмаре. Кроме того, для учеников и педагогов школа казалась просто громадной на фоне остальных строений Нарьинмара. Впрочем, живые яркие воспоминания о годах, проведенных в этих стенах, совсем не на фотобумаге, а не в сердцах выпускников. Ловенькая, красивая. Мы были очень рады. Наши героини окончили третью школу более 50 лет назад. Их выпуск был вторым в новом здании тогда 8-летней школы номер 3. Это, представьте, это октябряцкие звездочки, это там пионерские звеневые, это председатели отрядов, это председатели дружины, это же вообще, как интересно, это горные барабаны, это же пионерские сборы, это же первые танцы. После пионерского сбора, посвященного какой-то теме, у нас классная дама, так сказать, оставляла и разрешала танцы. Ну, она мне очень дорога. Я здесь сама училась, работала, учились мои дети, учится моя внучка. Так что вся жизнь моя связана со школой. А это первые первоклассники, которые проучились в новой школе все 8 лет и выпустились из ее стен. У нас были замечательные походы, так что это ежегодно. С первого класса и по десятый. На лыжах ходили без классных руководителей совершенно. И родители нас отпускали. А еще мы деревья первыми посадили. До сих пор этот сквер есть, они большие. И продолжением является литературный скверик. Вот на те деревья мы всегда смотрели, поняли, что, собственно говоря, жили не зря, это наше. У нас были отличные предприятия, смотр строили песни. Мы так вышагивали. История школьной жизни порой, как в журнале «Яролаш». Веселые эпизоды на фоне обязательных уроков делают жизнь школьников ярче. Мы недавно вспоминали, когда заходили в среднюю школу номер три, у нас физкультура проходила на лыжах в лесу. И, например, мы с Ниной Биндер выходили все вместе. До леса доезжало три человека всего. Остальные все просто у нас исчезали потихонечку, полигонечку. У нашего класса, классных руководителей, наверное, человека четыре сменились. Нас не очень хотели брать на попечение к себе. И вот, наверное, последний наш классный руководитель, Нина Васильевна Биндер, как-то нас так организовала, сплотила, собрала все в кучу, и мы закончили третью школу. Выпускник 2016 года Кирилл Михеев вспоминает, жизнь в школе была насыщена, каждый день наполнена эмоциями. Люди, люди делают школу такой, какая она есть. То есть у нас очень хороший коллектив был всегда. Все 11 лет, что я там учился, это учителя, это директор, это все очень приветливы. И в общем атмосфера в школе, ну как-то там было приятно находиться, а не важно, учеба это или внеучебная какая-то деятельность. Нина Гавриловна Гавырина много лет возглавлявшая учебное заведение, а в общей сложности проработавшая в школе 38 лет, смогла добиться домашнего уюта на вверенной ей территории. Ну она душу вкладывала. Не просто так приходила на работу. Мне просто было каждый год интересно что-то сделать, чтобы педагоги, придя из отпуска, видели какие-то изменения. Они заходили, ох! Сейчас в третьей школе новый руководитель Анна Попова в должности директора всего месяц, но уже почувствовала особую атмосферу этой маленькой уютной школы. Мне кажется, она прямо школа пропитана вот таким семейным, домашним уютом, когда все живут одной большой дружной семьей. В этой школе учатся целыми поколениями. Маргарита Когудницкая, преподаватель музыки, вот уже 42 года учит ребят прекрасному. Сегодня со своими хористками подготовила выступление. Уют, такое теплое отношение с учениками, с коллегами, с бывшими учениками. Ну она у нас такая домашняя школа, вы же знаете, вы там учились. В 50-летний юбилей со сцены культурного центра Арктика в адрес педагогического коллектива и учеников звучали поздравления от первых лиц округа и города. Отличившиеся работники за добросовестный труд были удостойны грамоты и благодарственных писем. Наталья Сидорова, руководитель Департамента образования, культуры и спорта, отметила знаменательно, что в юбилейный год третья школа обретет новое просторное здание. Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok